Повысить безопасность на дороге. Эту цель поставила перед собой Татьяна Стройкова, автоледи, инженер и ассистент кафедры в Рязанском государственном радиотехническом университете. Она придумала прибор, который анализирует светофоры и сообщает водителю, успевает ли он проехать на зеленый сигнал или лучше остановиться. Физически это будет небольшая система, она встраиваемая в салон автомобиля, состоять будет из блока вычислителя, который можно расположить, ну где удобно, там бардачки или где-то еще. Камеры, которые будут снимать всю происходящую обстановку, которая также может как видеорегистратор работать. Навигационный приемник в ней будет, который будет грубо определять положение транспортного средства. А также устройство для вывода сигнала водителям. Воплотить проект в жизнь поможет программа «Умник». В этом году ее участниками стали 26 молодых ученых региона. Свои разработки они представили в шести номинациях. Это цифровые и биотехнологии, медицины и технологии здоровья и сбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии. Надо уметь и представлять свои результаты, и видеть перспективу дальнейшего развития их, и уметь эту перспективу донести до экспертов так, чтобы было все адекватно понято. Сложность в том, что многие из них наверняка впервые выступают перед подготовленной и критически мыслящей аудиторией, способной задавать каверзные вопросы. За 9 лет существования программы «Умник» ее победителями стали около 170 человек. Участники представляют не просто идеи, а бизнес-модели, готовые к реализации на практике. Инфраструктура готова помочь вам найти, связать вас с потребителями вашей идеи. Инфраструктура готова помочь вам создать малое предприятие, стать индивидуальным предпринимателем и так далее. Проекты участников уже прошли оценку в стенах родных вузов, а также заочную экспертизу федеральных экспертов, которые отметили высокий уровень проработки идей. Сейчас ученые участвуют в финальном отборе. Конкурс проходит в рамках 6-й региональной конференции молодых ученых «Инновационные методы решения научных и технологических задач Рязанской области», аккредитованные в рамках программы «Умник» Фонда содействия инновациям. Стоит отметить, что Рязанский государственный радиотехнический университет является не только площадкой проведения конкурса, но и представителем Фонда содействия инновациям в нашем регионе. Программа направлена на поддержку финансовую проектов инновационных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Это так называемое предпосевное финансирование и подразумевает в себе выделение 500 тысяч рублей на каждый проект в течение двух лет. Также победители программы получат 40 тысяч рублей от правительства Рязанской области. Организаторы подчеркивают, что эти деньги должны помочь авторам полностью погрузиться в совершенствование разработок и вывести проект на следующий уровень. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».